Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова диалог о социальной помощи семьям не случайно ведет именно с общественниками. На заседании в региональном штабе партии «Единая Россия» представители таких направлений, как поддержка материнства и детства, спорт, комфортная среда, образование и молодежные движения. Один из проектов, который уже реализуется на практике и заслужил высокую оценку президента «Социальный навигатор». Большая доля лежит ответственности именно на регионах в социальной сфере, потому что весь функционал отдан на территории. И вот здесь вот эти удачные решения, которые есть сегодня в Пензенской области, дают фору в отношении тех запросов, в решении проблем по тем запросам, которые сегодня есть. Сегодня запрос огромный на инфраструктурное решение, чтобы в режиме одного окна человек мог получить помощь. К обсуждению наиболее перспективных проектов пригласили, конечно, и чиновников. Но их задача скорее понять, как встроить существующие механизмы, наработки небезразличных людей. Общественники получили шансы рассказать о своих конкретных задумках Анне Кузнецовой. Предложение о создании банка грудного молока на территории всей Российской Федерации в перинатальных центрах, которые были построены по федеральной программе. Потому что эта тема очень важная, это очень нужная и затрагивает она всех детей, будь то дети здоровые, будь то дети с особенностями развития. Заместитель председателя Государственной Думы признается, за предложениями из Пензенской области она следит особенно пристально. В завершении встречи благодарностями были отмечены участники молодежных волонтерских движений. Это тоже та социальная практика, которая уже принесла свои положительные плоды в борьбе с пандемией, сохранением памяти о Великой Отечественной, информировании и помощи нуждающимся.